Субтитры сделал DimaTorzok Немного медленнее, чем обычно, потому что у нас там от 30 до 50. Подождем. Пока он загрузится. Подождем, пока он загрузится. Но ты можешь показать мне, что у тебя есть, и мы посмотрим. Ты проверил, что в твоем аккаунте нет утечки данных. Скорее всего, она там есть. Так что тебе, наверное, стоит разобраться с этим, прежде чем публиковать мое интервью. Хорошо. Да. Звучит неплохо. Друзья, это как раз-таки очень хорошее место для нашего битбрейна. Вы можете, кстати, интегрировать. Вы можете попасть в наш чат Хантеров, друзья. Перед вашими глазами все предложения. Это 100 долларов в месяц. Для того, чтобы находиться в самом прибыльном комьюнити СНГ, это прямо однозначно стоит того. Поэтому ссылочку я снизу оставил. Приходите, забирайте свое место в чате Хантеров. Это очень круто. А там уже в чате Хантеров много разных направлений. То есть у нас есть и трейдинг, у нас есть и DeFi, у нас есть и мемкоины, шиткоины, высокорискованные разные активы. То есть там разные разделы. И каждый человек найдет для себя, во-первых, тех единомышленников внутри крипты, которая ему интересна, и те направления, которые ему интересны. Это прям очень крутая история. Ладно. Так что это? Просто из любопытства. Похоже на зарядное устройство для телефона. И у меня есть все возможные зарядные устройства. Так что это? Это маленькая оранжевая штучка здесь потому, что я бы никогда не догадался, что это зарядное устройство. Извини, что это не зарядное устройство без оранжевой наклейки. Потому что оно идеальное. Агентство национальной безопасности продает их по 20 долларов. А у меня есть друг, его зовут MG, который продает их по несколько сотен долларов за штуку. У меня есть много таких, я могу тебе показать. Но в этом есть кое-что интересное, что тебе понравится. Это зарядное устройство, которое будет работать. Я могу дать его тебе и сказать, вот, держи, это зарядное устройство, которое заменит твое. Хорошо. Ты принесешь его домой, и оно будет работать как зарядное устройство. Но как только ты его подключишь, внутри этой маленькой пластиковой штучки, вот здесь внутри будет чип Wi-Fi, мини-компьютер, и эта штука будет эмулировать клавиатуру. И печатать со скоростью 860 символов в секунду. Так что я сделаю вот что. Я уверен, что ты не хочешь, чтобы я подключал это к твоему компьютеру. Нет, не хочу. Давай я быстренько настрою свой компьютер. Ты сказал, что это стоит 20 долларов? Ну да, у Анп есть. Посмотри, если найдешь, о, оно все еще в режиме сканирования. Но да, обязательно проверь. Посмотри на кабель Анп, о боже. И потом, да, ты увидишь, что это настоящий кабель. Но если прокрутишь вниз, то, наверное, увидишь, что Анп продает свою версию этого кабеля раньше, чем мой друг. Вот он, я только что нашел 20 долларов. Да, я просто отправлю тебе это, Роб. Вау. Да, MG смог достать его за пару сотен долларов. Это невероятно. Так, друзья, вы наверняка слышали о таком явлении, как аирдропы. Аирдропы – это когда проекты, платформы раздают ранним пользователям бесплатные деньги. Да, действительно, надо сделать транзакции, надо разворачивать ноды и так далее. Но проекты раздают десятки, а иногда и сотни тысяч долларов своим ранним пользователям. Но для того, чтобы облегчить вам все это дело, есть платформа Airdrop Hunter, которая позволяет полностью автоматизировать все процессы. Вам, как пользователю, надо просто прийти на площадку, подключить свой кошелек, выбрать то количество пакетов, которые вы хотите взять и в одну кнопку все запустить. Скрипты автоматически сделают в блокчейне все необходимые действия. И у вас будет возможность получить аирдроп на десятки, а может и на сотни тысяч долларов. Ссылочки я оставил все в описании. На платформе есть туториал, обучалочка. Смотрите, все очень удобно и понятно. To the moon. Просто у меня с собой столько гаджетов, что у нас, наверное, не хватит времени, чтобы все посмотреть. У меня с собой буквально 50 с лишним гаджетов. Так что я покажу тебе парочку, но не хочу, чтобы ты сходил с ума. Да, это европейский сайт, где можно купить это. Да, точно, есть такая полностью беспроводная платформа для тестирования, которая незаметно встраивается в кабель. Изначально это был секретный инструмент AMP стоимостью более 20 долларов. Теперь он доступен всем за 200 баксов. Да, у него даже есть название. Я думаю, не помню точно, как его называли в AMP. Но вы можете посмотреть официальный документ с указанием стоимости. И что он делает? Сейчас я покажу вам, что он делает, но он может отслеживать ваше нажатие на клавиши. Так что вы можете вставить его между клавиатурой и компьютером. Ты шутишь? Да, вы можете вставить его между клавиатурой и компьютером. Я мог бы вставить его прямо в ваш телефон. Я мог бы вставить его. Я могу набирать текст со скоростью 860 слов в минуту. Я могу оставить его там и вернуться позже. У этой штуки есть собственная Wi-Fi сеть, к которой я подключаюсь. Если бы у вас не было этой маленькой оранжевой штучки, вы бы ее легко потеряли. На 100% то же самое. Да, у вас есть такая, это новая модель, это. Вау. У вас такая, это новая модель, это. Я даже не знаю, это просто. Ну, я просто хотел сказать, это плетеная модель или... Это модель Apple. Это настоящий Apple. Ладно, давайте я покажу вам модель Apple, пока мой компьютер загружается. Не знаю, почему он еще не загрузился. У меня их так много. Он дал мне целую кучу. Да, вот, посмотрите на эту. Это незарядное устройство Apple. Это то же самое, что и в прошлый раз? Да. Да. Так что давай просто скажем, что ты отдашь это тому, за кем шпионишь, хорошо? Они предъявят это обвинение. Теперь ты видишь, с кем я переписываюсь, что я делаю, видео, которые я проигрываю, все, что я делаю, ты видишь все это. Я не пишу SMS, потому что не могу. Но на компьютере да. Да, по телефону я могу вводить нажатие клавиш в телефон. Допустим, я хочу установить вирус на ваш Android или что-то в этом роде. Я мог бы сделать это с помощью этого устройства, но я не могу понять, что вы печатаете. На вашем компьютере я могу определить, что вы печатаете. Так что это просто дикость. 200 баксов. Да, по кабелю, понимаете? Кто их покупает? Кто ими пользуется? Так что они предназначены для тестировщиков на проникновение, таких как я, чтобы они поступали правильно. Но знаешь, злоумышленники тоже могут их купить. Хорошо, так что давай возьмем эту штуку. Они предназначены для тестов на проникновение, которые вы проводите для компаний. Да. Хорошо, так что убедись, что все подключено к сети. У нас ничего не подключено. Здесь нет интернета. Хорошо, вот что я собираюсь сделать. И ты можешь видеть здесь, что без этой оранжевой штуки, которая на мне, просто чтобы не потерять ее из-за моего фактического обвинения. Но мне не обязательно носить это здесь. Я просто не хочу, не хочу потерять это. Так что я собираюсь подключить это к разъему USB-C, который, как ты знаешь, ты можешь выбрать любой, какой захочешь. Вот это подключено к разъему USB-C. С этой стороны я не собираюсь ни к чему подключаться. Я мог бы зарядить свой телефон с помощью этого. Я мог бы делать с ним все, что захочу. Но сейчас я собираюсь сделать вот что. Я подключусь к Wi-Fi. Я нажму на Омк. Теперь я только что создал сеть с помощью этого кабеля, который подключен к розетке. Это подключенный кабель. У нас здесь нет сети Омк? Нет. Нет, нет, нет. И он ни к чему не подключен. Ладно. Так создается сеть Wi-Fi. Да. Я сейчас зайду в нее через браузер. И теперь у меня есть интерфейс, с которым я могу подключиться. Сейчас я зайду в меню файлов, загружу полезную нагрузку номер один. Вот так. Хорошо. Ты готов? Теперь я нажму собрать и запустить, и это может быть очень далеко от компьютера. Это просто пример. Видишь, как быстро он печатает? Что он делает? Он печатает подкаст ПБД. Убирайся отсюда. И нулевой день настал. Давай, начинай. Это могло быть что угодно. Да. Это могла быть вредоносная команда. Это мог быть вирус, который он загрузил. Это могло быть все, что я хотел. И теперь у меня есть удаленное управление этим кабелем, который, если я подключу его прямо к своему телефону, будет заряжать его. Заряжает. Ты даже не догадаешься, что в твоем доме есть этот имплантат. Только потому, что здесь есть Wi-Fi? И не только. Там есть еще кое-что. Я просто упрощаю. Значит, это что-то вроде маленького компьютера? Да. И весит он столько же, выглядит так же, ощущается так же. Ты бы никогда не догадался, что эта штука очень опасна. А вы, значит, используете этот инструмент для проверки на проникновение в компанию? Что же делает с этим инструментом неэтичный хакер? Неэтичный хакер может использовать этот инструмент, чтобы украсть личные данные, следить за людьми и шпионить за ними, смотреть через веб-камеру, пытаться получить доступ к вашей сети, к вашему телефону. Они делают это ради выгоды. Преступники совершают плохие поступки. Этичный хакер пытается получить доступ к вашему компьютеру, чтобы получить доступ к другим компьютерам, чтобы захватить вашу компанию, чтобы вы могли показать, где есть слабые места и сделать ее лучше. По сути, это те же самые понятия, но у одного из них благие намерения, а у другого желание навредить. 20 долларов. Раньше этим пользовалась Анп. Теперь 100 долларов. Да, и это всего лишь один кабель. У меня есть, я могу показать вам все, если хотите. Это точно такой же кабель? Да, он выглядит как настоящий. У меня есть забавный экземпляр. Чтобы защититься от этого, я бы порекомендовал использовать так называемый блокиратор данных, верно? Блокиратор данных это что-то вроде этого. Я покажу вам. Вот здесь есть две вещи, которые я хочу вам показать. Вы можете купить блокиратор данных на Amazon примерно за 5 долларов. Вы можете подключить к нему любое USB-устройство, и оно будет работать только на зарядку, так что даже если это вредоносный кабель, им нельзя будет воспользоваться. Это забавно. Это была такая шутка, что мой друг сделал вот это, но это устройство он продает. Это блокиратор данных под названием разблокировщик, который блокирует, да, блокирует эти атаки, но также имеет полезную нагрузку, чтобы делать то же самое. Это блокиратор данных в виде USB-устройства, который выглядит как обычный, но при этом делает то, что вы только что видели. Он позволяет вводить беспроводные команды и отслеживать нажатие клавиш и так далее. Для чего это нужно? Чтобы защититься от того, что кто-то может сделать? Да. И сколько это стоит, 5 долларов? Нет, это стоит 150 долларов. 150 долларов? Да, вот это. Кому это нужно? Я имею в виду, что я думаю, вам это не нужно. Я думаю, что безопаснее использовать настоящий блокиратор данных, заплатить 5 или 10 долларов на Amazon. Это скорее шутка, типа вот блокиратор данных, который я вам заменю, и тогда я смогу вводить полезную нагрузку через ваш блокиратор данных. Это что-то вроде RFID или нет? Это другое. Нет, это другое. Я покажу вам это во второй части. А это вредоносный детектор кабелей, еще одна его вещь. И я чувствую, что сейчас рекламирую его как могу. Я уверен, что он это ценит. Я уверен, что сейчас у него много клиентов. Ну, я надеюсь, что так и есть, но он такой хороший парень. Он работал в службе поддержки, а потом занялся действительно крутыми вещами в мире хакинга. Но это еще и вредоносный детектор кабелей, который он продает. И если вы хотите быть на 100% уверены, то можете купить его, подключить, и он скажет вам, вредный кабель или нет. Понятно. Понятно. Ну да, давай я их положу обратно. Но я хочу показать тебе еще кое-что, или извини, еще одну вещь, о которой тебе стоит знать, чтобы ты мог проверить ее дома, это довольно интересная концепция. У тебя есть девушка? Да. Значит, ты наверняка знаешь все, что делает твоя девушка. Ты удивишься, но многие так думают. Многие думают, что если у тебя есть девушка, то ты можешь просматривать ее вещи, когда захочешь. Ты действительно можешь это сделать. Я имею в виду, ты можешь узнать все, что она делает. Я мог бы, но я этого не делаю и почти не делал. Я делал это, может быть, когда был моложе, но став взрослым, я понял, что кем бы ты ни был, ты все равно найдешь что-то, что тебе не понравится. Будь то улыбка. Я не ревнивый парень, но ты все равно можешь наткнуться на смайлик или сердечко. Ты можешь наткнуться на эмодзи в виде сердечка. Это как, хочу ли я беситься без причины. Так что я просто не смотрю. Если они собираются изменить, они изменят тебе, чтобы ты им не говорил, чтобы ты им не велел делать, с кем им можно общаться, а с кем нет. Даже не пытайся. Они все равно тебе изменят или не изменят. Так что это просто мое мнение. Это хорошо. А что это? Ты берешь эти чипсы с сыром, потому что они тебе нравятся? Мы будем рекламировать сыр Риц. Вот прямо сейчас я сижу с величайшим продавцом всех времен. У нас есть сырные крекеры, но да, я просто был голоден и принес их. Боже мой, я думал, ты что-нибудь с ними сделаешь. Я думал, ты собираешься их съесть. Нет, я просто был голоден. Мои дети прибежали бы сюда сразу после того, как ты это сказал. Ты бы стал их лучшим другом. Я люблю сырные крекеры, но у меня так пересохло во рту, что сейчас они меня, наверное, убьют. Но вот это экранное крабовое мясо, это интересно. Камеры установлены так, что я не могу это показать, но посмотрите. Вы, наверное, сможете. О боже, оно там. Ладно. С одной стороны, у этого устройства есть USB-C. Да, который можно подключить к USB-A, это просто маленький квадратный USB. А еще есть HDMI, HDMI, и еще здесь есть маленькая антенна, верно? Антенна не нужна. Здесь еще есть место для SD-карты, которую можно вставить прямо сюда. В эту штуку можно вставить 2 терабайта или 1 терабайт. Много, очень много памяти. Вставьте HDMI, вставьте питание. Почти у всех телевизоров и мониторов есть USB-порт. Так что возьмите маленький USB-порт, маленький HDMI, вставьте это в заднюю часть экрана компьютера или в заднюю часть компьютерного стола. И даже можно прикрепить небольшую записку с надписью типа усилителя HDMI или не снимать или что-то в этом роде, чтобы кто-нибудь не выдернул его из розетки. Это устройство может передавать изображение с большого расстояния, практически без задержек и в высоком качестве. И если вы находитесь вне зоны действия, скажем, выходите за пределы действия этой антенны, оно сохраняет все кадры на SD-карте. И как мне сказал друг, это может длиться годами, в зависимости от того, как часто оно делает снимки. Так что проверьте свои экраны, свои компьютеры. Ищите такое устройство, которое как бы находится посередине и записывает все, что происходит на вашем экране. И есть еще много чего, чего стоит бояться, но это то, что вы можете легко проверить. Если оно там есть, отключите его и выбросьте в мусорку, вызовите полицию, сделайте что угодно, но избавьтесь от него. Значит оно записывает все, что вы делаете на экране? Да, и в высоком качестве. Сколько оно стоит? Я не знаю. Я не знаю. Какой самый дорогой инструмент у него есть, который он продает? Есть ли у него такой? Ну, это все разные люди. Да. Какой самый дорогой инструмент? Много разных инструментов, которые вы знаете, которые у него есть. Самый дорогой из тех, что у меня сейчас с собой, это этот. Потому что он просто для бизнеса. 800 баксов, но что еще? Что-то астрономическое, но нелепое. Я бы сказал, что не могу рассказать вам все подробности о том, как это работает, но есть еще один инструмент, который называется Cellbrite, с помощью которого можно сбросить некоторые телефоны, и они очень дорогие. Например, сбросить все данные с них. Обычно они предназначены для преступников, торговцев людьми и педофилов. Cellbrite это очень. Cellbrite или Cellbrite? Cellbrite. Вот это? Да, конечно, отмечаем. И сколько это будет стоить? По-моему, от 20 до 50. Я не знаю точно, не хочу называть вам неправильную сумму. Это будет какой-то дикий ценник. Субтитры создавал DimaTorzok